Идея книги о тысяче и одном лице героини рискует показаться не столько ответом на тысячеликого героя, 1949 Джозефа Кэмпбелла, сколько попыткой его перещеголять. Однако ее героиня ни в одном из своих обличий нисколько не соперничает с тысячей героев Кэмпбелла. Тысяча и один в арабской культуре обозначает некое большое число, притом эта добавочная единица, выходящая за пределы тысячи, символизирует стремление к бесконечности. Эта цифра в названии моей книги указывает на неограниченные возможности, а также на грандиозный диапазон проявлений героизма. С одной стороны, герои и героини изящно ускользают от любых попыток загнать их в рамки определений и классификаций, а с другой мне было непросто удержаться от соблазна ограничить своих героинь моделью, которая оказалась бы всего лишь подобием архетипа Кэмпбелла с его 12 этапами путешествия героя. И критики, и последователи всегда рискуют повторить и укрепить те модели, которые собирались развенчивать. Но, как подчеркивает сам Кэмпбелл, герои все время удивляют нас своей буйной непредсказуемостью и раздражающим игнорированием законов, норм и правил, не говоря уж об откровенно гротескных примерах героического поведения. Вождь народа Виннебага по имени Вадзьюнкага ест собственные внутренности. Греческий воин Ахиллес оскверняет тело Гектора, протащив его за своей колесницей вокруг Трои. Ирландский Кухулин подвержен припадкам ярости, которые превращают его в злобное чудовище. Некоторые герои ведут себя как разбойники с большой дороги, но это не мешает им становиться нашими культурными ролевыми моделями. И мы продолжаем чтить их за храбрость, отвагу и мудрость. Они возвращаются после битв или одиночных странствий, покрытые славой. Они покоряют нас и во времена нашей юности, и в зрелые годы. И мы не перестаем восхищаться ими, воспевать их странствия и поиски, если пользоваться терминами Кэмпбла, закрывая глаза на их изъяны, будь они трагическими или комическими. Джозеф Кэмпбелл постарался рассказать, на удивление, постоянную историю о героях. Надо воздать ему должное, он широко расставил сети, охватив самые разные уголки наших символических миров, от преданий коренных американцев до мифов древних греков, и не побоялся по-новому взглянуть на религиозные традиции Востока и Запада. Его главной целью было определить характерные черты героического архетипа и обозначить маршрут путешествия героя, которое начинается, как правило, в очень скромном обиталище и, пройдя через захватывающие приключения, заканчивается триумфальным возвращением домой с целительным эликсиром. Непоколебимая уверенность Кэмпбла в том, что именно такой путь проходят все герои. Продолжение следует...